Всем привет, с вами Яблочный Эксперт и в сегодняшнем видео обзоре я вам расскажу об iOS 13. Итак, начнем пожалуй с того, что когда выйдет iOS 13, что нового будет в iOS 13 и будут ли поддерживаться старые устройства, такие как iPhone 5s, 6, 6 Plus и SE. Вот, основных таких три вопроса разберем все по порядку. Начнем с первого, это когда выйдет iOS 13, то есть дата версии iOS 13 будет доступна с 3 июня на презентации Apple, то есть это будет бета-версия для разработчиков. Ну и естественно в течение месяца, полтора месяца будут выходить бета-версии, коррекция всех багов, недочетов и потом уже выйдет скорее всего в июле уже или возможно в начале августа релизная версия iOS 13. То есть, следующий вопрос, какие будут нововведения, но опять же, то, что все ждут, это скорее всего темный режим, не смарт-инверсия именно, которая глючная там, а то там, и жрет батарейку, а именно тот режим, который ждут все. Опять же, новый режим использования AR, то есть это дополнительные реальности, как в играх, в приложениях. Новые эффекты в режиме фото-видеосъемки добавят, дадут больше возможности, точнее самого хранилища в iCloud. Вот те стандартных, которые есть 5, а возможно 10 уже дадут, то есть как-то будут уже нас баловать, но это все надежды, как бы посмотрим, оправдаются они или нет. Ну и дальше там уже возможно записи разговоров, как бы сейчас есть куча приложений в App Store, но они как бы некорректные, работают там не больше 10-15 по-моему секунд. Такое можно сделать только если ты ставишь сидию, но сидия сейчас уже не актуальна, уже никто этим не пользуется и как бы подвергать риску устанавливать на устройство, не как бы уже все, это все в прошлом. Никому это не нужно, редко кто этим пользуется. Поэтому возможно добавят, все-таки побалуют нас чем-то и добавят такую вот тему интересную, как запись звонков. Ну а остальное это десятки новых эмодзи, несколько анимодзи, интерфейс там изменят каких-то стандартных иконок, коррекция шрифта и все-все-все. Ну это в принципе я все выкладывал у себя в сообществе, вот это подробное описание, что здесь возможно будет. И самый последний актуальный вопрос, это будет ли поддерживаться старое устройство, такие как iPhone 5s, 6, 6 Plus и SE. Потому что известно, что 6s будет поддерживаться, а как мы знаем 6s начинка в SE, в корпусе 5s. То есть просто что там нету 3D Touch и несколько таких всяких плюшек, по минимуму скажем там камеры, все-все-все, не важно. То есть конкретика будет уже ближе к презентации, там все объявят. Сейчас куча всяких источников, кто-то говорит достоверное, недостоверное, но кого там зачем это слушать. Как бы есть дата определенная, будет 3 июня, все известно. Нам все скажут, что будет новое. Но, скорее всего, я думаю, что дадут возможность все-таки этим устройствам iOS 13 поддерживать, потому что ничего там такого нового не будет. Даже не стоит надеяться, что там какая-то прям система такая будет прожорливая и как бы потащила. Это то же самое, как было с тем, что они Модзи поддерживают только iPhone 10, там 7, как бы специальные там эти, все камеры, не камеры, там нас обманывают всякими фишками, клюшками. На самом деле это просто захват движения идет лица с обычной камеры, без всяких каких эффектов. Это просто обычный маркетинговый ход. Так само, как их вывели на чистую воду с тем, что они замедляют специально старое устройство для того, чтобы покупали новое. Вот, то же самое будет, в принципе, с iOS 13. Дадут каких-то прикольных новых фишек, опять же, эти устройства уже не поддерживаются, сняты с производства. Так, будьте добры, покупайте новое и получите iOS 13. Это все маркетинг, это система, как бы тут что уж поделаешь. Бренд есть бренд, им нужно как-то свою продукцию толкать. Вот и все. То есть, видео подходит к концу. Никогда не делайте каких-то поспешных выводов. То есть, будьте терпеливы, дождитесь. И, как бы, оно того будет стоить и оправдает. И, опять же, никогда не забывайте делать резервные копии перед новыми iOS. Неважно, будете на беты весь, ставите еще что-то. Это ваша подстраховка, не потерять данные, чтобы вы могли восстановиться. И не переживать ни за что. Подписывайтесь на канал, прожимайте лайк, колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Не забывайте подписываться на мои соцсети. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok